Ну, они такие все были. Царство всем небесное. И тут вот Василий был послушником тут в Лавре, он приезжал. А я подменял как раз на центральной проходной там, Лаврской. Пока тот пошел покушать, я как-то оказался тут. А он приехал. Что ты, говорит, тут это? Епархию он называет, Ивановскую там надо. И священники, и диаконы. Поехали, говорит, со мной. А он уже был рукоположен диакону. Здесь, в Ивановской, да? Да. А был недавно тут. Ну, тогда всего-то храмов десять, наверное, на всей епархии было. Нет, говорю, я не поеду никуда. Я решил быть послушником. И отказал. И прихожу в голове к старцу. Вот так, вот так вот. Я отказался. А он слышит, что это благословение. «Немедленно, — говорит, — езжай!» «Ты куда больше-ка ему поеду?» «Немедленно, — говорит. — Ты девять часов вечера, — зимнее время. И он еще мне строже. Немедленно собирайся, езжай!» И это татарский корпус. Приехали там сдавать экзамены. Заочники. Спрашиваю, кто с Ивановской епархией. Да вот тут был один, куда-то вышел. Я на второй этаж поднялся. Спрашиваю, кто с Ивановской епархией. И там, говорят, был-то тут один. А что тут? Нет его. Только вот тут переговорил, как снизу кричат. Кто спрашивал с Ивановской епархией? Я спустился вниз. Говорю, я спрашиваю. Он говорит, сейчас через 15 минут как раз успеешь, электричка идет на Ярославский вокзал. И тут же как раз к поезду. На Кенешму. На Кенешму, да. Я в 6 часов приехал. Не знаю, куда я еду. Я думал, что это куда-то в Сибирь. И не знал, где Кенешму это. А потом уже узнал, что ты недалек. В 6 часов я приехал в утро. Стучусь. Дверь позвонил. Вышла дежурная. И он у Славы приехал по послушанию сюда. Я сейчас, говорит, Владыке скажу. Через 2 минуты ты выходишь. Сейчас Владыка вас примет, заходите. Я в ту биографию написал. Он говорит, что слава Богу, оттуда не знал, где взять в ту сторону священника-то. Расспросил, значит, все рассказал ей. И вот таким путем то я и попал сюда. А я подготовлен, уже был. Уже несколько лет в Лавре. Часы читал. Правила братья читал. Дикция у меня была хорошая. Волос был хороший. Но здесь-то не пустыню встретил. Народ-то как встретил? Да приходили по праздникам. Молиться-то. Священник-то тут был. Уже издушенный старый-то. Да и он бы еще был. И был бы. Может быть и долго, да. Несчастный случай тут произошел в храме. Икона на него упала. Повредила его. Ну, вот это вот перебил. Как ее называть? Вот тут. Вот это вот. Ну, коленную чашку? Нет. Бедро. Бедро. И любим. Там шейка. А, бедра вот здесь. Да, да, где-то там. Да, это трудно заживает. Вот, вот, вот. И он почил. Я четыре службы прослужил с ним. Ну, храм был пахан. Одна лампочка горела на весь храм. На проволоке было подтянуть шнурок этот. Шел через реку, сюда два километра, туда в Зуберихе. Лампочка эта. Да. Ну, какой он свет. Ну, да. Одна ногу. Одна. На губы и кельи. Накрыться. То есть все с нуля. Начал. Ревновали, не давали мне. Мы тут хозяева. Мы так вы. Председатели-то эти, да? Да нет. Местные. 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 Князьковские, Мыцкие. Ну, да. Московский явился тут. Да, да. Ну, и пошел по требам. Семнадцать лет по требам ходил. Воды запущены все тут. И крещеные, и крестин, и певал, и пенчал, и все такое. Ну, а теперь вот есть что есть. Ну, теперь тут обитель натуральная, как мечтал. На самом деле, как думал о монастыре, так и сделал монастырь. Я ведь хотел. Да. Нет. Хотел уходить отсюда. Старцу говорю, ну, два года опробуем, хватит. Говорю. Говорю, я там где-то буду пригласить пользу. Да тут что, я ведь. А никуда оттуда. Там место старинное, наволенное, я говорю. Никуда оттуда. Говорю, там в одни камни, там в череде, я говорю. С этой, с колокольни крест упал, половина под гнилом упала. Этот купол был на бекрень центральный, крыша в дырках была, купол тоже в дырках, еще старинное уральское железо. Старец сказал, город был. Да, старец. Вон там меня фотография снимала. Старца этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. Старца этого. Продолжение следует...